Всем привет! Сегодня готовим очень вкусный яблочный рулет. Просто красота! В зимние вечера это очень вкусно. Яблоки с корицей прямо внутри готовятся вместе с тестом. Подается такой пирог как самостоятельно, так и с мороженым. И даже на праздничный стол. Я взяла 3 вот таких красных яблока и 3 зеленых, чтобы получилась такая кисло-сладкая смесь. Если вы найдете яблоки, которые уже завидомо кисло-сладкие, берите 5-6 таких яблок. Кожуру чистить не будем, а вот серединку обязательно нужно убрать. Итак, убираем серединки у всех яблочек. Яблоки нужно дорезать достаточно мелко. Сперва я порежу вот так вот вдоль, смотрите, каждую четвертинку. А потом кубиками порезанные яблоки отправляем в какую-то глубокую емкость. Значит, смотрите, я порезала одно яблоко. После каждого яблока я буду присыпать его вот так вот с сахаром и корицей. И вот так вот помешайте. Теперь режем следующее. И так каждая. Порезали все яблоки, добавляю оставшийся сахар. В общей сложности у меня ушло 3 столовые ложки сахара и огромная столовая ложка корицы. Так, все перемешали. Растительным маслом смазываем сковородку. Вот так вот всю и бортики. Я сделаю вот так, чтобы прям, знаете, вот хорошо так вот смазать. Но, видите, так, чтобы налито масло, то нет. Но оно хорошо смазано. Ждем, чтобы сковородка немного разогрелась. Отправляем яблоки в сковородку. Берите большую сковородку, потому что, видите, нарезанных яблочек достаточно много. Яблоки нужно тушить на среднем огне. Они не должны зажариваться там сильно, да? Они должны сделаться мягкими и отдать часть влаги. Поэтому делайте небольшой огонь, периодически помешивая. Видите, сколько яблок. Ждем, чтобы они приготовились. Если крышка есть, будет даже быстрее с крышкой. Пока яблоки тушатся, занимаемся тестом. 4 яйца разделяем. Белки в одну сторону, желтки в другую сторону. В белок добавляем соль немножко, а в желтки я добавляю ванильный сахар. Все так хорошенько шкварчит, поэтому помешиваем все лопаточкой. Пусть продолжает тушиться. Видите, у меня небольшой огонь, чтобы яблоки равномерно тушились. Тем, как готовить тесто, включаем духовку, разогреваем на 180 градусов. Сперва взбиваем белок до пены. Тогда из белка получилась вот такая вот пена. Видите, одна пена. Теперь берем общую норму сахара, которую я написала. И приблизительно на глаз, где-то половину, сюда отправляем. Так, 3, 4. Взбиваем. Взбиваем где-то не меньше минуты-полторы, чтобы сахар растворился. Это был хорошо взбитый белок. Так, смотрите, получился такой глянцевый цвет у белка. Видите, вот такая масса пушистая. Так, с белком все понятно. Так как я параллельно готовлю тесто и тушу яблоки, смотрите, перемешиваю их. Видите, жидкость постепенно испаряется. Поэтому контролируйте температуру, чтобы они не горели, а просто тушились. Еще, какие-то яблоки дадут много влаги, а какие-то не очень. Вот я в этот раз готовлю, влаги практически нет. Она по чуть-чуть просто уходит из яблок. А иногда бывает готовишь и прям водички много. В общем, надо, чтобы максимально влага выпарилась и яблоки стали не хрустящие, а мягкие. Теперь желтки. Сперва взбиваем просто желтки, без ничего. Смотрите, здесь была ложка ванильного сахара, и желтки вот так вот взбились в пену и посветлели. Теперь сюда высыпаем весь оставшийся сахар из общей нормы, который у нас остался. Взбиваем тоже где-то минутку и полторы. В желтки добавляем 4 столовые ложки воды, просто комнатной температуры, не холодной. Перемешиваем. Когда яблоки приготовились, перекладываем их на противень, стандартный, обычный, как противень в духовке, устеленный пергаментной бумагой. Смотрите, вот сюда перекладываем яблоки. Видите, у меня никакой жидкости, ничего нет. Теперь распределяем яблоки по всему вот так вот противню, чтобы равномерно яблоки распределились просто вот так. Да и все. Яблоки вот так равномерно разложили, отставляем их сюда в сторону, не убирайте их, пусть они вот так вот и стоят. А я приступлю к сборке всего теста. Итак, белок взбитый, разрыхлитель, мука и взбитые яйца. Желтки и белки соединяем. Просто лопаточкой перемешиваем, миксер уже нам не нужен. И теперь что делаем? Добавляем сюда разрыхлитель и добавляем сюда муку. Муку где-то в два приема, вот так вот, смотрите. Вот так вмешали и еще муку. Духовка к этому времени уже обычно разогревается. Готовить будем на 180 градусов. Смотрите, получается вот такое классное, воздушное, видите, бисквитное тесто. Перемешайте все так, чтобы не было видно комочков муки. Еще на горячие яблоки отправляем тесто. Так. И распределяем его вот так вот равномерно. Значит, этой нормы хватает на стандартный противень в духовке. Тесто вот так распределяем по яблокам. Такой пирог можно готовить не только с яблоками, а с грушами. С грушами тоже очень вкусно, классно выходит. Дораспределяем. Убираем в разогретую духовку минут на 15-16, чтобы был фактически красивый золотистый бисквит. Достали из духовки. Все, смотрите, вот готовое. Но оно горячее. Первые 2-3 минуты вообще не трогайте, пусть вот так постоит, отдохнет. А потом я делаю так. Если у вас, например, зима, вы можете даже окно открыть, вот так поставить на подоконник, чтобы остыло и сам противень остыл. Чтобы пирог остывал в холодном противне. Поэтому надо либо на улицу вынести, либо на балкон, либо окно открыть, чтобы остыло быстрее. Минуток через 10 сам противень уже остыл, но он такой слегка-слегка тепловатый. Бисквит уже остыл. И здесь снизу как бы тепло, горячеватенько, но я руку держу, видите? Еще не все полностью остыло. Теперь накрываем пергаментом. Берем сеточку или большую досточку, лучше сетку, чтобы хорошо остывало. И переворачиваем вот так, прижимая. Переворачиваем. Оба! Так. Главное, ничего этого не упустить. Поднимаем. Убираем пергамент с этой стороны. Смотрите. Ту-ру-ру-ру! Какая красота! Ай, как пахнет! Слушайте, яблоками и корицей. Ну, что может быть лучше? Так, теперь, пока оно еще теплое, его нужно завернуть и придать форму рулета. Как делаем? Вместе, вот так, вместе с пергаментом. Поднимаем и закручиваем. Так, именно, чтобы оно не ехало, я вот так вот упру прям в стеночку. Значит, смотрите. Поднимаем прям с пергаментом и закручиваем. Вот так вот прижимаем, пригибаем. Вот так. Опа, опа, опа. Смотрите. Вот так. Теперь даем этому всему. Видите, выглядит это вот так. И ложим на шов. Отдохнув. Пусть вот так теперь остывает до полного остывания. Вот когда он полностью остынет, а это пройдет где-то полчаса, тогда будем дальше собирать. Когда рулет остыл, он уже полностью остывший, берем 200-250 грамм сметаны. Чем жирнее сметана, тем лучше. Добавляем сюда 4 столовые ложки сахарной пудры. 2, 3, 4. Именно пудры. Перемешиваем. Если добавить сахар, он начнет долго растворяться в сметане, и сметана начнет отдавать больше жидкости. Так. Все. Перемешали. Кстати, сюда можно добавить даже какао ложечку, если вы хотите, чтобы все было такое шоколадное. Раскручиваем наш рулет. Опа, смотрите, какая красота. Видите, вот он так и остыл. Теперь берем сметану. В принципе, вот так сразу можно. Теперь размазываем сметанный крем вот сюда. Значит, смотрите, во-первых, в серединку. Единственное, что я не делаю, сантиметры здесь и сантиметры здесь, сметаной не замазывайте. Она и так распределится. Слишком много сметаны тоже не стоит, потому что здесь много начинки, как яблоки. Сметана здесь больше для такой легкой прослойки, чтобы чуть-чуть сочности добавить. Но много не надо. Так, смотрите, вот. И теперь скручиваем. Вот здесь хорошенечко придавливаете. Видите, оп. Если сметаны многовато, вот так вот пару ложечек я здесь убрала, мы будем замазывать бока. Вот так закрутили. Перекладываем обратно на пергамент швом вниз. Видите, вот так швом вниз. Теперь торцы вот здесь. Смазываем вот так вот сметанкой. Прям вот так хорошо замажьте торцы. А верхушечку сметаной я не смазываю. Все, собственно, готово. Единственное, что нужно сделать, убрать его в холодильник, чтобы он вот таким образом отлежался пару часов. Если у вас нет времени, а хотите сразу подавать, пожалуйста, присыпайте сахарной пудрой. Я присыпать буду сахарной пудрой. Ничем не смазываю. Он вот такой вот красивенький. Сахарной пудрой присыпали. И подавайте. Можно сеточку из шоколада сделать, если хотите. Значит, смотрите, когда он полностью остыл, несколько часов он прям лежал. Я положила его в холодильник. Тогда он хорошо держит форму и остывает. Вы можете приготовить его за день, например, до прихода гостей. Теперь сверху украшаем сахарной пудрой. И можно подавать. Режем. Итак, момент истины. Что же там внутри? Вот так вышло в разрезе. Посмотрите, сколько яблок. Он такой пушистый. Давайте пробовать. Он такой, знаете, прямо пушистый. В общем, ну, ароматный, вкусный, классный. Можете приготовить его заранее, чтобы он отстоялся в холодильнике и остыл. Но только не за два дня, а с вечера на завтрашний день. Так тоже можно. Если вы будете готовить с утра к вечернему столу, будет просто идеально. Пробуем просто незамедлительно. Ммм, ну, это тесто. Очень крутое. Я люблю его для рулетов. Яблочки, крем. Слушайте, просто бесподобно. Он мне с чем-то даже на штрудель напоминает. Но это из-за яблок, понимаете? Ну, с корицей. Это безумно вкусно. Так, я сейчас. Как говорит моя мама Настя, 500 лайков. Просто лайки, лайки, лайки. Это очень вкусно. Обязательно заберите себе в копилочку. Я буду готовить в этом году такой рулетик на праздники. Почему нет? Это недорого. Это сногсшибательно. Вкусно. Сверху можно ничем декорировать. Можно шоколадом. Можно просто сахарной пудрой. Крутой рецепт. Всем рекомендую. Приготовьте и напишите коммент. Вот такой сегодня был рецепт. Спасибо, что сегодня были со мной. Обязательно ставьте лайки. Делитесь этим видео. Подписывайтесь на мой канал. Всем приемного. Целую, люблю. Бывает и пока.